Тайна русского слова Очень порадовало количество писем, которые пришли от вас. На этот раз их оказалось даже больше, чем обычно. И я понимаю, в чем кроется причина. Для этого достаточно просто их прочитать. Всем нашим зрителям очень понравилась, пришлась по душе передача, где я рассказывал об этой удивительной русской бабушке, которая такая образованная, хотя и неграмотная. Вот как она живет в ней, Святой Евангелие. Удивительно. Спасибо. Спасибо вам за это. И в одном из писем, подписавший его, назвался Сергием, он написал, что ведь об этом есть. Об этом есть в Святом Евангелии. Правда, он сказал, что там нет этих слов грамотные или образованные, но там, по сути, написано то, о чем мы с вами говорили. Правда. Есть. Есть. Я спешу, я приготовил это место из Евангелия для вас. Сейчас я его зачитаю. Это первое послание Коринфянам, святого апостола Павла. Вот о чем он говорит. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов, и разом разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир свою мудростью не познал Бога, в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Совершенно верно. Мы с вами уже рассуждали об этом слове юродства. Помните, говорили о высочайшем подвиге юродства, которое только некоторые святые могут понести. Вот такой удивительный подвиг. На самом деле, если мы вспомним, кого избрал Господь себе в ученики, разве он избрал высоко? Сейчас, видите, язык у нас не поворачивается. Очень грамотных фарисеев, которые кичились тем, что они могут цитировать Ветхий Завет. Да нет. Цитировать-то они его цитировали. Ну, часто очень не к месту. И знаете, как говорят иногда юристы, помимо буквы закона, есть еще дух закона. Да. И настоящим, настоящим юристом считается тот, кто помимо буквы еще может почувствовать вот этот дух закона. Так что с буквой у них, может быть, все было в порядке, но духа они, увы, так и не достигли. Поэтому Господь берет себе в ученики... Кого? Вспомним. Да. Он берет себе в ученики простых, простых рыбаков. И разве мы не знаем примеров из нашей ближайшей истории? Буквально в двух шагах, по московским меркам, от телекомпании «Радость моя» находится Покровский женский монастырь, где нетленно почивают мощи излюбленной нашей святой, матронушки, блаженной московской старицы. И когда мы читаем Акафист, матронушки там встречаем, это слова о том, что «радуйся, слепотствующая мудрецов, века сего пострамляющая». Оказывается, человек от рождения, лишенный дара зрения, а потом вообще дара ходить, потерявший подвижность, он тем не менее может прозревать сквозь века и прозревать судьбу многих людей и вести их, что немаловажно, это самое главное, вести всех ко спасению и продолжать это свое высочайшее делание даже после ухода из этой земной жизни. Не просто продолжать, а сегодня она помогает спастись куда большему числу людей, нежели ей, матушке, удавалось это сделать при жизни. Спасибо вам сердечно за ваши добрые слова, за интерес к нашей передаче. А теперь по традиции, вы помните вот это короткое, совершенно короткое, четыре небольшие строчки, сикотворение, которыми в прошлый раз завершилась наша передача? «Страшно тебе довериться слово, страшно, а должно. Будь слишком стара, будь слишком нова, только не ложно». Эти строки принадлежат замечательным поэтам Марии Петровых. Она родилась в 1908 году, а ушла к Богу в 1979. Действительно, стихотворение написано в 1969 году, или, как ныне принято говорить, в советское время. Оно действительно принадлежит к разряду тех, после которых хочется безмолвствовать и душой, сердцем услышать, о чем это было произнесено. В нескольких письмах содержится правильный ответ, и я очень рад, что имя поэта Марии Петровых живо, живо в нашем народе. Слава Богу! А теперь, дорогие мои, мы переходим к совершенно новой теме. И я ее очень люблю. Ну, собственно, как все другие, но ее особенно. И мне кажется, что она не оставит равнодушным никого. Да, моя хорошая, мы будем говорить о тайне нашего с вами имени. Что есть человеческое имя? Ну, давайте вспомним. Ну, или у нас в семье, или по соседству, родственников, друзей, у сослуживцев. Рождается ребенок. Ну, и хорошо, родился. Его еще не принесли из родильного дома. А уже дома эти начинаются обсуждения. Порой, порой, я был свидетель, кипят нешуточные страсти. И вы знаете, вы догадались, вокруг чего. Да? Да. Это мы сначала быстро выяснили. Так, мальчик летит. Ну, девочка, рост, вес, все. А теперь самый главный вопрос стоит. Какой? Совершенно верно. Как эту лявечку, как этого ребеночка назовут? Казалось бы, а что? Нет. Нет, все очень непросто. Значит, хорошо, когда у родителей это есть какая-то договоренность на эту тему, да. А бывает, что там родители невесты, еще недавней, жены, говорят, нет, вот надо бы назвать этим именем. У нас в роду была вот такая бабушка. А с этой стороны говорят, нет, у нас дед там какой-то был выдающийся. И вы знаете, порой так, такая бывает шибка на этой почве. А зря. А зря. Ведь когда-то в России, да, на Руси, как этот вопрос, он вообще не подлежал к какому-то очень, такому обсуждению. Потому что люди жили по вере, по вере. ритм их жизни, личной жизни, был приноровлен к ритму церковному. И поэтому, если рождался ребеночек Божьей милостью, они заглядывали в святцы, слышали про такую книгу, да, «Жития святых», и посмотрели, кто в этот день памяти какого святого. Ибо ребеночек, рожденный в этот день, подпадает под его такое покровительство. И называли ребеночка вот этим именем. Ну, мир изменился, и поэтому изменилась эта традиция. Но порой людей называют такими именами. Мы об этом с вами говорили. Помните, ой, не хочется припоминать, но ведь это было, да, я вот мальчишки, вот просто, еще раз припомните, я, когда 12 апреля 1961 года, а у меня уже восьмой год шел, Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос. Ну, хорошо, когда люди многих называли Юра, потом они, многие крестились, милости божьей, становились Георгиями, да, вот, а ведь были мальчики, которых называли Ур-Юр-Вкосами, да, Ур-Юр-Вкос, Господи помилуй, Ура-Юра-Вкосмос, вот такая аббревиатура, неизящная, поверьте, неизящная, многим из них пошло, потом пришлось менять свои имена. А когда людей называли Веленами, это Владимир Ильич Ленин, там, Милорами, Маркс, там, Ильича, этих имен, люди, как угодно они могли изуродовать просто имя человеческое. Я хочу привести вам один пример, потому что более страшного я на самом деле не знаю. Это было в Азербайджане, у меня на родине. В одной семье рождались подряд девочки, их родилось трое. С одной из них я знаком, она мне и поведала, собственно, эту историю. А отец очень хотел, чтобы родился сын. Ну, если долго мучиться, что-нибудь получится. Получилось и у него. У него родился мальчик хороший, красивый, здоровый, ну, только радуйся. Что-то я остаю отца отцу. Назвать мальчика каким-то хорошим именем, благозвучным и в путь, да, мальчика долго, счастливой жизни. Нет, нет. Он еще пошел в ЗАГС, напомним, это запись актов гражданского состояния, где регистрируют младенцев, и сказал, значит, там говорят, как мальчика назовете? Он сказал, мальчика, значит, будут звать НЕРД, это Э-оборотное. Вы знаете, такого имени нет у азербайджанцев. Нет, вообще у всех народов, которые населяли тогда нашу страну, ни у армян, ни у грузин, ни вообще, вообще такого имени нет. НЕРД. И мне она рассказала, что поначалу в ЗАГСе даже отказывались записывать такое имя, но надо отдать ему должное, он был из такой категории упертых людей, не путайте с упрямством, это разные вещи. И он добился таки, чтобы мальчика так и называли, да, добился. И на многие годы, ну, лет до 16, тогда только разрешалось, ну, люди тогда получали паспорт, и тогда можно было как-то поменять свое имя. Он омрачил, да, он испоганил, по сути, жизнь своего. Вот единственный мальчик, который он, казалось бы, так долго ждал. И если бы он молчал, храня тайну вот этого имени, все еще было бы ничего. А ему, видимо, не терпелся, гордыня его распирала, чтобы люди вдруг не подумали, что он так, просто вот высосал из пальца, как говорят, да, по-русски. Он, его это обижало, что нет, нет, он людям сказал, вы не думайте, это не просто набор звуков, в этом имени есть глубокий смысл. Какой? В слове нерд. Лучше бы он молчал. Но он сказал, нерд, а я хочу сейчас напомнить, чтобы вы поняли до конца эту велику его, в кавычках, фантазию, его звали Рамиз Джафаров. Он сказал, нерд, это научный эксперимент Рамиза Джафарова. Во! Какая умница! Конечно, мальчика дразнили всюду и везде, дети бывают, увы, жестокие в этом вопросе. Да, и после 16 лет мальчик стал называться Нариманом. Хорошее, благозвучное, благородное, восточное имя. Вот так. Что есть имя вообще человеческое? На самом деле, давайте вспомним, когда, помните, несколько передач тому назад, когда мы говорили о святых словах, что мы подходим к батюшке, складываем руки, да, вот таким, ладони крестом, положа одну на другую и говорим, батюшка, благословите, да, мы просим от него благих, то есть святых слов. И давайте припомним, что нам говорит, осеняя нас крестным знаменем, что нам говорит священник? Правильно, во имя Отца и Сына и Святого Духа, службы, молитвы, молебны, многие наши действия, любое дело мы, прежде чем начать, говорим, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Во имя! Мы начинаем с имени Господа, да, как это важно, с имени начать. Поэтому и родившийся человек, он не может, он не может быть без имени. Вы знаете, это, ну, на самом деле, я теперь не удивляюсь, а в этом вижу какую-то глубинную, очень важную закономерность. Мы сейчас сказали о христианской традиции. Но у мусульман даже молитва, с которой начинается их священная книга, Коран, и вообще все их молитвы мусульманские, любое дело начинают мусульмане, как мы говорим, с Богом, да, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот эти все их дела начинаются с этой фразы «Бисьмиллах». Вы, наверное, не могли это не слышать, да? Дело в том, что в арабском языке «исим» это значит имя, да, «иллах» это одно из имен Всевышнего, то есть с именем Всевышнего, с именем Бога начинают они свои дела. То есть эта традиция очень глубокая и она существует у очень многих народов. Как это важно на самом деле? А теперь ответьте мне, пожалуйста, почему люди так копию нередко ломают, выбирая имя? То есть почему? А вы, наверное, догадались. Есть такая поговорка, собственно, это не поговорка, а это цитата, фраза из произведения приключенческого, помните? Про капитана Врунгеля. Совершенно верно. И вот в фильме на эту книгу, который снят по мотивам этой книги, там есть очень хорошие строчки. Давайте вспомним. И вместе с вами их сейчас произнесем. Как вы судно назовете, правильно, как вы судно назовете, так оно и поплывет. Совершенно верно. И поэтому совсем не все равно, как ты назовешь человека. Но все, как известно, начинается со священного писания, с Библии. Есть такая интересная вещь. Когда Господь сотворил первого человека, мы его называем Адам, как и многие народы. Вы помните, даже в тюркских языках Адам есть имя вообще каждого человека. Там слово «человек» это Адам. И мне всегда с детства, кстати, было интересно, а почему Адама назвали именно так? Почему первому человеку, этому мужчине, дали вот такое имя? Объяснение я встретил у святителя Иоанна Златоустова. Что он пишет? Во-первых, в книге «Бытия» написано, что Адам был сотворен из праха земного, из этого брения, как сказано. И вот считается, что он был так назван, святые отцы об этом нередко говорят, чтобы он не возгорделся. Да, потому что Адам, по сути, от слова «эдем» земля, вот этот сад, Адам, то есть он, чтобы всегда помнил, что название его, Эдем – это девственная земля, чтобы он всегда бы помнил, из чего он сотворен, что он тварное создание. И как замечательно об этом пишет Иоанн Златоустый. «Этим именем Бог хотел напомнить ему, Адаму, ничтожество природы его, и на имени, как на медном столпе, выставил низость его происхождения, чтобы имя учило его смиренно мудрее, чтобы не слишком много думал о своем достоинстве». Как всегда у святителя Иоанна Златоуства просто совершенно замечательно. Да, да, как хорошо, чтобы мы с вами, вслушиваясь, наши святые имена, данные нам при крещении, тоже бы размышляли, а что, собственно, кроется в этом имени, ведь это не случайно. И как было бы хорошо, если бы многие из нас, включая вашего покорного слугу, все-таки постарались бы в жизни своей стяжать хотя бы немногие из тех замечательных качеств, которыми обладали святые, именем которых мы наречены. Есть в истории нашей Церкви совершенно замечательная личность. Я являюсь поклонником ее, всегда о нем рассказываю. Это отец Павел Флоренский. Человек симфонический. То есть, этот человек, как я его называю, он нет позорной отрасли науки, где бы он не оставил своего запоминающегося, выдающегося следа. Это история, это история Церкви, это математика, инженерное дело. Сегодня школьникам часто дают, да и взрослым людям, вот эти таблеточки с содержанием йода. Ведь он, находясь в лагере, в Соловецком лагере, научился, чтобы как-то, там же не витаминов, представляете, какие витамины. Господи, люди умирали там просто, погибали от голода, от холода, действительно, и от нехватки вот этих самых витаминов. Он научился из водорослей извлекать, и сегодня это вот стало лекарство. Это все освещено его именем. Я не знаю, нет такой отрасли, где бы, у которой бы он не занимался, и где бы он не был совершенно великолепен. Но дело в том, что и филология, вот эта наука о слове, тоже вошла в круг интересов отца Павла. Я вам более того скажу. Несколько лет тому назад мне в руки попало, и я частенько ее читаю, как она интересна. Книга, книга его, которая так и называется, имена. То есть, среди всех своих многочисленных трудов отец Павел Флоренский, он мне еще дорог, помимо всего прочего, что мы с ним земляки, потому что он в свое время родился в Азербайджане, да, в городе Явлах, где его отец был инженером, железнодорожником, а это Явлах, это одна из крупнейших в Закавказье железнодорожной станции. Это вот такой, один из выдающихся моих земляков. Меня это очень греет, эта мысль всегда. Так вот, отец Павел очень большое внимание уделял феномену слова, вы только послушайте, в своей книге слово он посвятил целый трактат. Он пишет, поверьте, что тема личности дается именем, тема личности дается именем, а все остальное лишь простая разработка этой темы по правилам контрапукта и гармонии. Как вы знаете, есть такое, в жизни каждого православного человека есть праздник, когда его все поздравляют, это именины, да, день ангела. Часто путают день рождения, называют именинами. Ну, это не единственная путаница в нашей жизни, увы. Вот. На самом деле, ведь день ангела это не день рождения. И вот что пишет та мысль, которую высказывает отец Павел, она так непривычна для многих. Я сам был поражен, вы только вслушайтесь. День ангела это день имени, пишет отец Павел. Мы празднуем имя, причем имя у него написано за главной буквы. Все, носящие одно имя, и тут внимание, все, носящие одно имя, это ягоды одной грозди винограда, и святой, которого мы празднуем, это только лучший представитель этой грозди. Ангел-хранитель завершает этот свой блестящий пассаж философский. Ангел-хранитель, пишет отец Павел, это имя. Вот. А теперь вдумаемся, какая глубокая мысль, когда он пишет о том, что все люди, носящие имя, есть некое, вы представили, такая вот, как сейчас говорят, виртуальная, а я ее вижу, вот эта трапеза, часто вот святые отцы, и в молитвах мы читаем, Господь за этой трапезой, за которой вот эти святые, и на этой трапезе, как плоды, те, кто удостоились вот этой святости. И вот наверняка там, ну, если так представить, это мистичный, очень красивый образ, образ-то очень красивый, вот эти грозди, и каждая гроздь, это люди спасшиеся, удостоящиеся, которые, каждая гроздь, это люди-носители одного имя. То есть я, понимаете, о чем летет? Если собрать всех Василиев, да, я вот начну с себя, вот, то получится такая, действительно, огромная гроздь, а вот и внизу, значит, самые крохотные ягодки, да, и, видимо, они все больше и больше, а самая спелая, самая благоуханная, да, ягода, вот так удивительная, которую любуешь, и не можешь налюбоваться. Вы догадались, кто это? Конечно, это Василий Великий, это Василий Великий. А если собрать, представить, что все Георгии, да, Юрии наши, Егорки, вот, тоже некая гроздь, то самым, самые главные ягоды в этой грозде, благоуханная, самая красивая, вот такая, божественная красота, я, кто является? Конечно, является святой великомученик и победитель Георгий, победоносец Георгий. Какая, на самом деле, замечательная мысль, правда? И это можно, а вы, пожалуйста, тоже задумайтесь, вот, носители других имен, у всех Николаев, да, у многих Николаев, у многих Николаев, такой гроздью, вот этой ягодой, которая украшена, эта гроздь является кто? Николай Чудотворец, да, любимый наш святой архиепископ Мир Ликийских. Вот так. Какая, на самом деле, удивительная мысль. Так что, день ангела, запомним слова отца Павла, это день именин. Более того, обратите внимание, я потом проверил себя, я для этого еще внимательнее прочел акафисты, посвященные, акафисты свидетели Николая и акафист Николая Чудотворца, я не случайно сейчас упомянул, там есть фраза, на которую я, ну, простите, грешен, на которую я до ознакомления с трактатом имена отца Павла не обращал вот такого внимания. После того, как я прочел вот этот трактат, я стал по-другому воспринимать эту фразу. Она крутенькая, я вам зачитаю. В акафисте, в тексте акафиста святитель Николая написано обращение к нему. Святи Николая, по имени твоему, так и житие твое. Замечательно. То есть житие, твоя жизнь прожит на земле, ты ее прожил, соответьте со своим именем. Вот эти слова, те самые отца Павла, когда он говорит, что тема личности дается именем. Читаю другой акафист, великому ученику передоносит Георгию и нахожу очень похожую, простите, мысль, где написано «Достойной имени пожил еси воине Георгия». Вы расслышали? Достойной имени пожил. Я желаю всем вам, дорогие телезлители, и себе, конечно, прежде вот сколько Господь еще сподобит прожить вот эту жизнь прожить как можно более достойно соответствовать своему имени. А еще я хотел бы пожелать многим и прежде вам, дорогие телезрители нашего канала «Радость моя», чтобы как можно чаще новорожденных младенцев называли бы исконными русскими именами. Их так много, и они так красивы, они благоухают. И что немаловажно, у всех этих имен есть свои небесные предстатели. И чтобы в жизни нашей вот эти все Милоры, Велены, Урьюр Косы, Доздропермы, было и такое имя женское. Представляете, какой ужас в России? Доздропермы. Да здравствует Первое Майя там. А Юшминальды и Ижи с ними, чтобы все они сошли бы на нет. И когда мы знакомились бы с каким-то человеком, в ответ на наше имя мы слышали бы красивое, звучное, русское, наполненное светом, благородством имя. Вот такое пожелание. Аминь. Наша передача приблизилась к концу. Я, как у нас уж с вами повелось, зачитаю стихотворение и буду нетерпением ожидать ваши письма. Интересно, вы угадаете, кто является его автором? Что делать? Я традиционен. Свои традиции в кругу, живу на старом рационе и измениться не могу. Закон традиции не вечен. Пророк пророчит хам, хамит, а на поверку сущность речи устойчивее пирамид. Волна размерами гомера, а камни бьется головой. Своё достоинство и меры есть в строе речи волевой. Не будучи залетной птицей, я видел, как один шутник менял трапеции традиции на акробатике турник. И выходило лихо, снова я плачу перед наготой святой естественности слова, удивясь высокой простотой. Вот такие удивительные строки. Я единственное могу вам подсказать, больше не могу, что стихотворение это дивное на самом деле. Было написано в 1967 году. У него нет названия, но посвящено оно Михаилу Львову, поэту. Вот так. Спасибо. Как всегда, с нетерпением жду нашей с вами будущей встречи и ваших писем. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok